Приветствую вас, друзья! С вами Верус, и мы наконец-таки добрались до утопленников. И начинаем штурмовать сразу. Прям их стэк с гарнизоном, город, в общем. Битва будет первая знаменательной и покажет утопленникам, что надо было им остаться на дне морском и не всплывать. Даже если набухать, то не всплывать. Бухтели бы там где-нибудь себе на дне морском, манану там бы пели, и все. А то повылазили, значит. Ну что, ставим арту сюда. Здесь она будет великолепно заходить, как и лучники. Данные ребята вызывать не могут никого, поэтому мы спокойно, уверенно с этой стороны сейчас заползем. Подальше главное просто от подкрепления. Подкрепление уже пойдет штурмовать эту стену. Хотя лучников давайте все-таки вас всех на двоечку, а лучников отдельно. Начинаем, да. А арте вот только приказываем, допустим, сюда стрелять. И все. У нас есть вихрь тут. Идем, 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 господа. Не останавливаемся. Появляетесь и сразу в бой. И сразу в бой. Такой тун трудно. Временами марш напоминает данный этот, марш империи и звездных войн почему-то мне. Так. Беги сразу. И все, последняя арта выходит. И мы можем заниматься данным стеком. Ну что, лучники? Нет, гасите лучше колосса. Он куда больше проблем для нас создаст. Хотя даже можно вот, сирен расстреливать. Из арты. Как раз магический урон мы наносим. И это все нам на пользу. А вы, ребята, а ну-ка сносите штурмовые ворота всей толпой. Так вот не скромненько мы пойдем. Вы сюда. Хотя, ну-ка, оставьте. Оставьте, оставьте его. Для наших некросфинксов. Пусть они это сделают. А вы через стены стрелять не умеете, да? Ну да, естественно. Вы как... Более тяжелая арта навесиком не стреляете. Несолидно для вас это. Куда ты поперлась, блин? Вовремя я вспомнил. Вспомнил. Что, мешают змеюки тебе, да? Отойди. Отойди тогда, отряд. Полководец быстрее снесет их. И вот толпа у шепти прибегает. Голодная толпа. Как в Эрментайде. На день рождения. Гостиницы подбегают. Точнее, к таверне, да? А таверна в пропасть. Ворота решили открыть. О, мы с... А, нам открыли, скорее всего, ворота. Скорее всего, нам ворота просто открыли. Ира Титаны. Заходите. Блин, жалко. Рядышком нельзя кинуть. Отойди-ка. Да елки-палки, куда вы побежали, хлопцы? Отойди, 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 отойди. Да елки-палки. Отойди, отойди, отойди. Ща мы быстро эту пехоту примем. В ряды мертвых окончательно. О, еще один колосс подошел. Замечательно. Работаем по профилю, ребятки. Ворота здесь также уже пробиты. Я надеюсь, вы сейчас не побежите обходить через ворота. Не, вроде бы нормально. Вроде бы они в этом плане. Спокойные. А, ушепте. Вас тут расстреливают так. А вы терпите. Не надо позволять так с собой обращаться. Не надо. Ни в коем случае. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Просто. Хотя нам на самом деле сейчас потери так-то нежелательно. Нести с одной-то стороны. Пробегите мимо. Ой, тут и крабик еще есть. А ну-ка. Вы пригодитесь. Можно было не идти таким широким фронтом. Все это сделать спокойней. И без проблем не стрелять. Уходи. Уходи. Хотя у шепти мы за один ход восстановим, блин, из общего резерва. Пофигу на вас. Давайте, давайте, давай, 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 давай. Сейчас мы чуть наших подхилим. Да уйди ты, не трогай его. Все, бегом. Ребятки, вы должны гниющего нагнуть сейчас. Ваша цель гниющей. Все, соберись и уйди уже. Чтоб тебя не пришлось переделывать. Кстати, а ну-ка. Дружище, че ты халявничал тут у нас. Бегом, друзья, бегом, бегом. Не тяните вала за яйца. Врывайтесь сюда в тыл и ворота мы пробили. Ну, а вы че? Так, вообще, как будто мы ни при чем, да? Вы вообще здесь ни при чем. Так, вперед. Ой. Ну да, вывел его прямо на стрелков. Спас. Спас котенка. Так, крабика вы здесь уже наказали. И осталось всего лишь немножко. Беги сюда. А, в принципе, полководец тоже мне больше уже здесь нужен. А Артем, ну, можно приказать. Пусть они вон подползают, сбивают потихоньку. Хотя можно вон уже отдать пехоте приказ. Пусть бегут. Те распадутся сами. Вот сюда, вот сюда стреляйте. По тем вы хорошо заходите. Давай, 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 колосик. и... Чё за восстание, блин. заходите. вон Мне ! ДА Вон . Вон хотя поздно уже а в этот раз он в любом случае сделал красавчик ну что наша певица последняя осталось ничего ты там съел ты кости проглотил понимаешь там пузырики смотрите болотные эти блин все это победа это победа парочку шептим и слили но это фигня лорд то что раненый сейчас будет ну неприятно хотя ламизаж не легендарная да может быть мы сейчас и замену найдем но его в любом случае нужно будет нанять тогда предметы отнять так-то он раненый ушел совсем шмотом который у него был но мы взяли столицу и провинции и насколько я помню это сейчас их новая столица до 2 армия делась только гибелью котенка ну и новый лорд будет действительно новым хоть и на временное пользование но все равно мало ли что случится что у тебя у тебя у тебя пехота это как раз а но это легендарный этот тот которого мы взяли сейчас первом же бою ему боевое крещение устроили я понимаю боевое крещение давай стражу гробниц тебе возьмем в отличие от нашего друга так а хельман горст уже прибежал в киселев в киселев изначально гарнизон слабенький поэтому там можно будет брать за рога все и всех кстати город может быть какой-то интересный я такого не припомню в ваниле ну пока просто держи осаду задание выполнено успешно так неферата давай ты наверно подойдешь как подкрепление пехота сейчас будет важнее для первой волны осаждаем киселев восстановление здоровья постоянно регенерация но вот пехоте как раз дадим смотрим что по карте город в любом случае будет уникальный хотя на карте здесь он как-то смотрится обыденно так осаждаем царица моя царица силы есть у вампиров чтоб нанести им ответный удар но что из вас вообще получится а мы продолжаем восстанавливать тогда земли которые разрушают гномы ну хочется им разрушать пусть разрушают мы будем захватывать потихонечку так потихонечку по чуть-чуть burn guns вон подходит с этой стороны но у нас гарнизоны должны быть в порядке выше не даже стены сейчас уже будут остальное мы должны будем прикрыть да и гномы я не думаю что дадут и не сейчас так легко убежать в нас царь ты готов форт я кого штурмовать халида готова здесь добивать тебе из общего причем нанимаем мы здесь все восполняем потери достаточно быстро из общего резерва потому что зеленый регион все-таки стены обязательно у шепти можем прокачать остальное ну пусть остается обычный режим передвижения чуть прижмись поближе к другу и на следующий ход уже будете двигаться в роднике хотя можно и тебя на самом деле уже выдвинуть что чуть-чуть быть впереди лизардменов а то они наглецы подкрадываются давай только через мой труп в принципе предлагаю остаться в этом регионе тебе скавин и вряд ли отважиться на нас идти хоть они и вступились за утопленников но они не потянут программу там лотерн более чем достойно им по щам дает так а где принц а он уже походил у нас ну что тогда начинаем штурм кислева в любом случае штурм кислева блин теперь халида у меня не самом верху вот единственный косяк когда сливаешь легендарного героя его стек становится не в самом верху штурмуем кислев хельман горст пришел его охранять но здесь гарнизона нет в отличие от бекенхаффена здесь армия это основная линия защиты но в по сути как и с нашей утопленницы до этой сиренной морской рыцари крови есть но это город так что бояться их не стоит лучники свою работу знают и рыцарей достойно выпотрошит все таки даже вархаммере я бы оставил фишку которую ввели которой я был очень счастлив в том же втором риме до хоть и редко пользовался это на самом деле очень редко куда реже во втором риме могло пригодиться так а подкрепление с какой стороны подходит и чисто подкрепление не вижу только не говорите что я сейчас без подкрепления начал штурм если без подкрепления то это очень хреново просто да не там должна была подойти халида в риме была такая тема что подкрепление задерживается и могло вообще не прийти а здесь то оно должно было быть может сейчас нам взять и отступить я без внимания на самом деле ладно давайте попробуем просто выиграть то мы может быть и выиграем легко достаточно но потери все равно будут и не хотелось бы сейчас хотя может одним стеком так то я в любом случае могу меньше потерь понести чем когда 2 когда вот берешь толпой просто берешь задавливаешь врага и все абсолютно просто давят толпой так маг все суда шкатулка с угла алебарды на всякий случай выделю подкрепление не вижу на карте вообще не вижу его действительно нет профукал я подкрепление заговорился и просмотрел ну что тогда штурмуем без подкрепления тогда без подкрепления придется брать нам стены так вроде бы там нормально по нам стрелять не будут вы подходите вплотную и просто ждем у него уже сработала хилочка блин а так хорошо могла бы зайти ну здесь опять это невидимая стена сработал я думал прям на грани с не будут на нет к сожалению к сожалению нет так ты не стреляй в принципе залетают снаряды за ворота чуть дальше бы вас отодвинуть давайте наверно хотя бы по одному ну вот хотя блин тут по тебе будут доставать так вот будет безопасен все стоим ждем терпим ворота уже уничтожены но в бой не идем так а у нас что там второй уровень увеличивает урон отлично как раз магия света сейчас каждый раз когда мы ее применяем будет просаживать вам хпшечку и он минус один стэк замечательно мучение 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 а ну-ка здесь нормально нормально не попал границу хоть не сильно нанесли там урон вроде бы но более-менее стражу расстреливаем потерям пока ну все хорошо по потерям проблем нет рыцарей крови арта уничтожай мы еще даже вышку захватили которая могла бы расстреливать тут нас вы не стреляйте там будут монстры так что пока что ждем просто успей отлично еще и в нужном направлении начал двигаться ой замечательно еще даже и до этого дотянется да вообще же какой ты красавец маг а а а а так при склепа а ну-ка лучники курганных духов сюда замечательно у него остается одна кавалерия хотя вот здесь есть еще стражи которые стерегут ворота и это кислив блин ну кислив на карте смотрится классно да в обалденно купола золотые все как положено здесь же это просто город империи сигмар и все трубы это мы штурмуем кислив это лететь колотить все-таки кислив я так сюда рвался я так сюда хотел попасть так идут летуны скорпион уходи 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 скорпёж скорпионы уползайте давайте мага перебросим вот сюда он сейчас как раз пехоту там будет сносить им хотя он пеший у меня еще до будет ковылять потихонечку так летунов 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 уничтожаем здесь замечательно арта здесь рыцарей крови просто уничтожает потрошит пехота двигается в эту сторону а мы сейчас вот таким вот образом поступим и кавалерию пехоту успеем захватить до больше по кавалерии дальше пошел гулять топ касательно но все равно мы их не прохать неплохо неплохо здесь обидели стражу могил в тыл расстреливать так маг целом ты можешь здесь оставаться вся пехота сейчас будет идти через этот проем и когда у тебя ветров будет достаточно ты снова бушке дать все что нужно туда пехоту нам чуть-почуть сливают но в остальном то мы побеждаем на стене с тыла здесь к нам зайдут неприятно если будет а ну-ка давайте один лучник попытается помочь лучники в этих зайдут великолепно развернуться лицом успели и стража это не разрушается пока что все пробуем вот сюда лучников бросить и сейчас а подожди а кто здесь сражается с нами а герой по выходили герои ну-ка накажите их я хотел просто уже заводить наших бойцов и начинать захватывать здесь ой как хорошо смотрите обезьянку всего лишь два отряда лучников потрошат просто ливнем 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 точечным таким понятное дело что здесь еще прокачка свое дело делает так мне нужно два отряда пехоты свободные чтобы заводить хотя уже надо иначе он пехоту успеет перебросить заходим перекрываем проем вот именно в таком порядке чтобы я мог завести лучников пехота заходим 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 все забываю лечилку у царей прожимать эту она же тут по сути бесконечная выстраиваемся стоим и ждем хотя блин тут черные пики залетели в нас хорошо может быть вас тогда и пока я не бросать бой а теперь можно вас спускать со стен из корпов бросать в бой ничего страшного лицари крови расстреливает чуть-чуть халтуришь здесь все спускаемся не даем им залезть на стены на стене скорпы не будут сражаться с ними стреляй хотя тебе надо дальше отойти для этого забегайте тогда тут может считай снесли их сейчас ждем пехоту которая будет проходить через этот отряд рыцарей крови и и практически их минусуем жаль туда пошла но ничего иди вот сюда поможешь нашим подлечиться чуть-чуть в целом да без особых потерь одним стеком даже мы разобрались я думаю сев халида пришла были бы потери больше как всегда когда заведомо огромное преимущество начинаешь транжирить силы а и и и и и и и и и блин даже ты выживешь охренеть стоим 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 пехота разрешаю стрелять ничего не достреливаете здесь не хватает расточку чуть-чуть а ну хотя там угол у вас у вас был неудобный угол согласен все никакие рыцари крови не спасли кислев ну а в остальном кислев у ну кислев и кислев да здесь как-то мы ждали больше так хочу вы телегу давайте эту хельмана горст под расстрел один правда остался сражаться но он уже развалился героическая победа говорят как так я не заметил что у меня подкрепление не подошло но никого вообще не потеряли и потери минимальнейшие минимальнейшие просто потери то есть ну по сути если сложить все там 22 отряда да мы потеряли но так-то они все на есть по потерям просто два отряда вон маг смотрите три сотни набил со своим усиленным вихрем хотя нет он слился три бойца вроде бы оставались но он с лицом к сожалению захватываем захватываем неоднократные победу над вампирами как-то даже хотелось кислев такой прям кислев увидеть чтоб но будет я думаю еще будет еще время в основной компании когда кислев нас поразит так халиду ставим в засаду потому что сейчас манфред может попытаться нанести ответный удар а здесь нам нужны восполнение потерь хотя могу давайте все-таки костяного возьмем вдоль стен опять же нам чуть побыстрее нужно было передвигаться хоть он и так зашел неплохо но все же все же все же так ну что ford я кого-то доберем ford я кого придется брать наверно тоже лично дреска барих мэр гарнизон но тут очень хорош хотя давайте попробуем на в тобой ушибки только стиле отлично ушибки сейчас быстро у нас восстанавливается хотя там город мог быть блин уникальным же елки-палки там какая-то интересная такая планировка вроде классическая но это интересное могло быть как-то странно просто после кислева ford я кого делать уникальным окислив не так уж и пти восстанавливаем у тебя восстанавливаем пехоту вот таким вот образом все здесь мы готовы хотя еще завастру нам нужно захватить что полностью провинция под нашим контролем мечта думал что здесь забыл уже что из трех городов завастру будем уже разрушать про кстати вампиры смотрите они пока хаос ушел в другую сторону они начали заселять эти пустоши они начали разрастаться начали пытаться все все захватывать может и так хорошо тот же брак посмотрим опять же что-то может быть интересное там появится огненный клинок давай хорошая тема у нас сейчас исключительно войны против нежити идут но тому кого мы ждем для того это конечно и делается тот самый меч сейчас выйдет из отпуска наш друг а он когда возвращается три хода ну в принципе один город наверное успеем взять без него а дальше уэлком уэлком вэлком по строительству мы все сделали до сдаем для царей блин 100000 это обалденная сумма ух ты тире он предлагает нам даже военный союз сейчас смотрите военный союз тире он это интересно будет взглянуть на его передвижение на самом деле даже ну давай окей в целом ты нас не втянешь войну против кого-то против лесных ты можешь втянуть нас войну на самом деле против гномов марканчик так если еще в основном у нас союзники совпадают ноги и давай посмотрим на его передвижение что он там вы превзошли себя это решение действительно мудрая сказал нам тиреон вот сейчас посмотрим какие у него армия у него армии хорошие кстати вот некоторые там варианты например тех же орлов я не стал бы брать даже пехоту крейса этих львов да я не стал бы брать но некоторые их любят тоже я я вообще лутернскую стражу боготворю эльфов естественно есть есть возможность там и стражи фениксов нанимая мастеров мечей но зачастую лучше на мой взгляд держать три армии лутернской стражи чем две армии мастеров мечей там фениксов стражи и тому подобное то есть лучше назинять три армии лутернской стражи и они будут намного эффективнее ты сможешь участвовать на многих фронтах сражениях перекрыть очень очень много чем две армии которых не факт что тебе везде хватит империя империя так этот друг отступает можно будет сейчас армии для восполнения потерь зайти на территорию гномов они наши союзники и мы быстренько там восполним союзник и еще в этом очень хороши всегда рекомендую если вы захватываете регионы с не особо благоприятным климатом с очень особенно с красным то рядом где-нибудь в этих землях даже если они в сердце ваших территориях там где-то разрывают провинцию лучше оставить союзников потому что на территории союзников независимости какой для вас это будет климат красный там желтый зеленый вы восстанавливаете потери нормально без штрафов только заходя на свои территории с определенными ограничениями тогда вы начинаете восстанавливать потери со штрафами а если так допустим даже территория норска то я с удовольствием всегда делюсь этими землями с другими отдаю и потому что мимо проходишь по территории союзника раз восполнил потери а на своих то ты там будешь восстанавливать до потери пульса силы до потери пульса так восстание а ну это понятно вот здесь ну что иди в поход в целом те все равно заняться сейчас нечем отправляйся в поход вот он легион курганов уже уничтожены мы даже к этому практически не причастны а хаос еще здесь что ли да еще и остаточек князь зигвальд извращение смотрите там вообще реально с такой-то армии извращение сходить музей льон вновь разрушили но хаос тут присутствует кстати можно было бы стек собрать и сюда отправить силы но у меня канопы на распускать никого не хочу ну ладно если успеем может быть может быть как-нибудь замутим что-нибудь интересное повышение ранга ну что по армиям давайте тогда для начала скверно скавин мир альяна мы ждем восстания там и все здесь никуда мы не лезем армии отступили смотрите какой интересный момент армия то здесь отступила завастру предлагаю рушить завастру рушим колонизируем как раз на сразу начинают подъезжать стены и против скверны все смерть на службе это в курсе но это смерть осознанным можно было даже сообщение это не делать там же предупреждение есть что этот герой исчезнет я предлагаю сейчас здесь нанять еще одного принца вновь как шпиона до 100 героев у нас в этой компании не заехал на шанс на успех засады в этом регионе ну давай ладно шанс на успех засаду может пригодится нападение на гарнизон заказаны убийства нападение на войска специализация и накопитель канал чуть-чуть все ты должен нам обеспечить сейчас разведку с.н. забеги на территорию союзников а вот в принципе может дотянуться даже без ускорения здесь об и мы чуть чуть быстрее потом станем если в режим определенный как бы восстанавливать прям обалденским так тут нам я думаю тоже против скверны построить надо на следующих хотя на следующий ход надо будет в вальдингов защищать этот подонок хочет наверно обойти нас чуть-чуть чуточку хочет обойти ему это мы не дадим сделать ну что родники вечности еще одни роднички берем на 5 можно было бы нажать на кнопку до что за город вероятность что он будет уникальным крайне маленький но бывают бывают какие-то приятные сюрпризы провинция захвачена да здесь может быть восстание но мы к тому времени стены оформим все будет замечательно как разведчик дальше у них и сил никаких не осталось смотреть какие у них тут могут быть вообще к нам вопросом так дружище что вот этот отправиться на и на сейчас захватывать враг причем праг мы должны разрушить на чтобы город этот был сразу нужного уровня потому что мы захватим его первым а ты уже остаешься кисля похоронять сейчас временно и даже я тебе вот так вот сделаю на следующий ход тоже будешь боеспособным так прежде чем нажать смотрим праг вообще насколько он уникален ну банален да праг тоже ничего интересного по планировке ничего интересного разрушаем ой и не дотягиваешься чуть-чуть о них а вот смотрите при повторном дотянулся все-таки круто это круто начинаем сразу тогда стены строить против скверны в принципе можно рост пока что построить мы немножко разделили наши силы и может даже показаться что манфрид нас затягивает чтобы мы быстрее захватывали разделяли свои силы а он потом раз такой и одну армию очередную разбил ну что его здесь силы куда-то отступили возможно даже в ввсн не тут армия была герой пропускаем постройки можем ремонтировать чё по денежкам нас хватает то где новый наш новый наш друг принципе но вихрь 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 пригодится давай руку тьму пока что вкачаем герой пропускаем смотрим что у нас по постройкам если осталось вообще нет ничего не осталось армии все готовы сдаем да давай давай бомжи решил каких-то разбить я уже думал почему-то гномом он объявил войну и кстати гном учит жубаром тянут резину не хотят разбираться с ним не хотят захватывать даже вот этот город из провинции не хотят восстанавливать так-то для победы нам осталось совсем немножко вообще чуть-чуть вот просто самый-самый децел самый-самый-самый децел а и вот но про что я говорил но здесь-то у нас шансы есть выиграть тут-то не два стека и мы не покоцаны в этот раз ситуация чуть-чуть другая но сыграем эту битву в следующей серии карта будет прикольно сейчас нет не уникально не с городом если бы там еще стены руины да помните мы в начале прохождения штурмовали некоторые города и они без стен были на уникальные в плане планировки как это в том же втором риме то какие-то строения есть стены кусочечки обрывочки улицы переулочки сыграем эту битву следующей серии на сегодня все друзья мои разобьем манфреду нос в очередной раз ну и его подопечным всем добра